Приветствую всех своих друзей, подписчиков в социальных сетях. Стоп-кадр для вас. Программа, новостная программа здесь и сейчас на телеканале Дождь, который мне нравится. Смотрите и внимательно слушайте. В ночь на воскресенье 26 августа стало известно о смерти американского сенатора Джона Маккейна. Накануне он отказался от лечения рака мозга на четвертой стадии заболевания. Маккейн был одним из самых цитируемых американских политиков и самым яростным заочным оппонентом российского президента Владимира Путина, которого в Твиттере называл преимущественно Владом. Смерть автора высказывания России, это бензоколонка, которая выдает себя за страну, прибавил работу телевизионным редакторам. В воскресных выпусках новостей ему уделили почти столько же внимания, сколько киевскому военному параду в День независимости Украины. Но не только телевизор, даже смерть Маккейна вызвала в Фейсбуке споры и ссоры. Илья Шепелин собрал самые яркие высказывания. Не каждый российский парламентарий после смерти может удостоиться такого внимания русскоязычной аудитории, как американский сенатор Джон Маккейн. Например, недавно почивший депутат Госдумы Александр Коровников в интернете упоминается в основном зло. С одной ремаркой. Он проголосовал за повышение пенсионного возраста до 65 лет, а сам в итоге не дожил и до 64-х. Другое дело Маккейн. Его вклад в историю России и мир обсуждают, пока язык не отсохнет. А смерть воспринимают как личный праздник или трагедию. Кто как? По поводу смерти Маккейна могу сказать следующее. Как добрая христианка, всем непримиримым врагам моей Родины я желаю мира и покоя. Разумеется, на том свете. Добрая христианка Маргарита Симонян, главный редактор Russia Today, с трудом сдерживает эмоции. Правда, после потока возмущений в Твиттере она отваживается на новое признание. Я, конечно, хреновая христианка. Не могу любить врагов. Даже сочувствовать не могу. Могу только усилием воли запретить себе злорадствовать. Надо работать над собой. Хотя это личная позиция. Но злорадная тональность по поводу смерти сенатора не покидала даже сюжеты федерального телевидения. Первый канал привязал некролог Маккейну к очередному набору ужасов с Украины. 27 лет независимости – повод подвести итоги. Миграция, низкая рождаемость, госдолг – 76 миллиардов долларов, нищета и кризис в Донбассе. Сегодня в Америке скончался большой друг Украины. Так Порошенко назвал сенатора от Аризоны Джона Маккейна. Маккейн – правнук плантатора рабовладельца. Потомственный военный всегда был упрямым ястребом. Последние годы он неутомимо обменивался уколами с Москвой. И напоследок уже посмертно получил свою дюжину ножей, на которые не ответит. Это он президенту Трампа буквально из гроба запретил посещать свои похороны. Тут так не выйдет. Почитал тут десятки радостных постов про то, что сдох, так ему и надо, земля стекловата, и в аду заждались. Удивительно, как люди не замечают, что превращаются в упырей. Граждане, противника надо уважать. Даже лютого врага надо уважать. Даже если ты его убил. Но плясать на могилах – признак деградации. Так делают те, кого так бережно пестовал сам Маккейн. Бандеровцы, да игиловцы. Хотя очень вероятно, что на российскую пропаганду Маккейну и при жизни было плевать. Так же ему вряд ли бы сейчас пригодилось ее снисхождение. А вот нашим соотечественникам, которые получали деньги от Маккейна, наверное, можно было бы быть и полюбезнее. Маккейн был лютым русофобом. Лучше бы и для России, и для Америки, если бы этот герой был другом России. Но он был просто иррациональным врагом России. Почему? Откуда у него такая лютая ненависть к русским? Ныне державный политолог Сергей Марков раньше работал на американские институты, одним из которых руководил Маккейн. Так об этом институте сейчас рассказывает «Россия-1». Параллельно была и более тонкая работа «Цветные революции». 25 лет Маккейн руководил Международным республиканским институтом. Организация, которая на деньги из американского бюджета предоставляет гранты, организует стажировки и поддерживает нужные политические силы. Но теперь бывший американский начальник для Маркова никто иной, как сенатор зло. О работе на которого он предпочитает лишний раз не вспоминать. Даже боюсь представить, как вы с Международным республиканским институтом работали, Сергей Александрович. Давили видимых в себе патриотизм. Через тошноту работали с сенатором зло. Когда я сотрудничал с Международным республиканским институтом, то они корректно вели себя. Почти поддерживали российскую власть. Даже во времена Путина. Маккейн руководил институтом номинально. Никогда не видел и не слышал ни одного распоряжения со ссылкой на Маккейна. У меня самого были вопросы по нему. Но никогда ничего плохого внутри России от института тогда не было. Ну, деньги давали оппозиционерам. Ну, что там такого плохого? На перемывание костей Маккейну осталось отвечать только его собственной цитатой. Из статьи, когда-то написанной им для жителей России. Я верю в величие российского народа. Когда я критикую ваше правительство, я делаю это не потому, что я настроен против России. Я делаю это потому, что вы заслуживаете такое правительство, которое верило бы в вас, уважало вас и было бы вам подотчетно. Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет. Но дай-то Бог, чтобы это в России, во что верил Джон Маккейн, царствие ему небесное, это произошло. И дай-то Бог, чтобы над нашей родной Украиной поскорее было бы мирное небо. Ваш Дэви Аркадьев сегодня 1 сентября 2018 года. Из Филадельфии. Субтитры создавал DimaTorzok